Кресла старого образца, они доходили донором до середины щиколотки. Здесь все новое, начиная от стен, заканчивая оборудованием. Сегодня официально открывают второй корпус областного центра крови. О его преимуществах Татьяна Благовидова, заместитель главного врача, может рассказывать бесконечно. Основное, конечно, его вместимость. Он в три раза больше старого. Если 10 лет назад донор в очереди стоял 2,5 часа, то сейчас у нас в среднем затрачивается час от момента регистрации до момента ухода со станции. В этом модуле мы надеемся, что будет сокращено время практически до получаса. В старом корпусе посетителям, да и персоналу центра приходилось буквально ютиться в маленьких помещениях. Здесь же предусмотрены комнаты отдыха для сотрудников, просторные раздевалки и даже душевые кабины. Строительство нового корпуса началось в прошлом году. Стоимость модуля больше 300 миллионов рублей. Большая часть денег была выделена из федерального бюджета, но потратиться пришлось и областным властям. В то, что этот корпус будет сдан, слабо верилось. Строителям пришлось столкнуться со множеством сложностей. Здесь же оптимальные режимы, это же система кондиционера. Они есть, они есть. Поздравить сотрудников центра сегодня приехали губернатор Валерий Радаев и руководитель федерального медико-биологического агентства. Саратовский модуль стал пятым в России и на данный момент он самый крупный из всех. А шоколад дают потом, нет? Чай из булочек. Шоколад даете? Нет. Сейчас у нас только легкий завтрак, а потом они обедают. А, потом еще обед даете? Да. Пока пациентов в новом модуле не принимают. Работа идет в старом корпусе. Его, кстати, тоже пока закрывать не будут. После ухода гостей начнется генеральная уборка. Нужно отмыть все помещения. Первого донора здесь ждут уже на следующей неделе. Екатерина Молчанская, Горшишилин, Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин